приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут елена 28 апреля коварная пятница от этих действий лучше отказаться сегодняшнем видео вы все узнаете пятница 28 апреля станет для вас и днем позволяющий увидеть все в истинном свете отделить плохое от хорошего энергетика правящих этих периодом девятых лунных суток придает дню нейтральные свойства поэтому важно избегать негативы и придерживаться рекомендаций тогда день обернется для вас положительными перспективами вы сумеете лучше понять намерения других людей избежать недопонимания и поймать свою удачу луна во льве дарит отвагу под ее влиянием любые преграды кажутся незначительными и легко преодолимыми однако сочетание с девятыми лунными сутками это состояние может быть опасно так как вам будет трудно оценивать свои реальные возможности также в эту пору имеется риск появления нервозности бессонницы повышенной эмоциональности и спыльчивости который может стать причиной конфликта буквально на ровном месте чтобы избежать подобного старайтесь избегать негатива следите за своей речью остерегайтесь критики и грубых высказываний все что происходит в эти сутки является прямым следствием поступков и действий совершенных вами ранее поэтому принимайте происходящее спокойно и с благодарностью будьте готовы столкнуться с последствиями совершенных ранее ошибок и игнорируемых проблем кроме того день посылает множество искушений подталкивает к совершению ошибок провоцирует раздражительность и склонность конфликтам если вам удастся избежать негатива этот период принесет позитивные события и духовное обновление девятые луны сутки вы ощутите прилив энергии однако ей достаточно сложно управлять вследствие чего люди становятся с плечами и капризными поддаваться этим эмоциям нельзя поэтому старайтесь сохранять спокойствие в любой ситуации совершайте как можно больше добрых дел не реагируйте на провокации направьте имеющиеся силы на созидание чтобы избежать ошибок обращайте внимание на подсказки судьбы и не игнорируйте знаки очень важно правильно истолковать сновидения увиденные сегодня так как они являются голосом вашего подсознания каждая деталь приснившегося в эти сутки имеет свои скрытые значения после пробуждения постарайтесь как можно точнее вспомнить что именно вам снилось при толковании ориентируйтесь на психологические соники свою интуицию я не отлично подходит для творчества однако муза сегодня довольно капризным и приходит не каждому если вы не ощущаете желание творить займитесь обычными делами не требующими вдохновения если же идеи посещают вас одна за другой смело приступайте к их реализации сегодня у вас все получится любая информация 9 на сутки становится проще и понятней поэтому день неплохо для получения новых знаний вам вряд ли удастся с нуля освоить что-то новое но повысить свою квалификацию и узнать что-либо полезное окажется вполне по силам однако для получения наилучших результатов важна вовлеченность процесс учиться через силу сегодня не получится сложная энергетика дня требует выхода и спорта лучше для этого способ не сидите дома отправляйтесь на пробежку ну или просто на прогулку вы нас советует энергетика девятых лунных суток нестабильна поэтому любые новые начинания не желательно вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями которые помешают осуществлению поставленных задач займитесь привычными старыми делами не требующими больших усилий а также будьте внимательнее при заполнении документов коллективная деятельность в эти сутки противопоказана найти общий язык с коллегами или партнерами будет проблематично а конфликты могут возникнуть по самому незначительному поводу также рекомендуется сократить до минимума взаимодействие с руководством не лучший день для каких-либо финансовых операций совершенные сегодня покупки окажутся бесполезными а вложений не принесут желаемой прибыли нежелательно оформлять кредит так как вернуть деньги будет проблематично если вы хотите заняться работой по дому отдайте предпочтение несложным делам не требующим от вас больших усилий небольшая уборка разбор вещей шкафу или декорирование помещений сделают ваше жилище уютнее привлекут у него удачу трудоемкие задачи наоборот способны вызвать энергетический застой так как закончить их в кратчайшие сроки не получится общение в девятого на сутки складывается не самым лучшим образом окружающие становятся раздражительными болезненно реагирует на любой промах собеседника увеличивается вероятность ссор и обид по этой причине день лучше провести в уединении либо сократить контакты до минимума ограничившись самыми близкими людьми даже если ваше отношение с любимым человеком наполнено гармонии в эти сутки имеется риск конфликтов и внезапных вспышек ревности под влиянием энергетики дня наружу выходят все скрытые недосказанности и претензии старайтесь не поддаваться на провокации демонстрируйте тактичность и не допускайте ситуации способных стать причиной недопонимания от путешествий на дальнее расстояние следует отказаться так как удачными они не будут однако поездка за город или длительная прогулка по парку помогут вам освободиться от напряженности девятых лунных суток поможет обрести внутреннюю гармонию также это день идеально подходит для планирования отпуска или командировки к магическим практикам этих суток необходимо подходить ответственно и с осторожностью сложные энергии дня позволят вам получить желаемое но потребует большое уважение сил поэтому прибегайте к обрядам только сложных ситуациях обязательным условием получения результата является уверенность в себе и полное спокойствие привлечение достатка в дом этот ритуал привлечет богатство ко всем домочадцам вам понадобится любая монета и небольшое зеркало приступайте после наступления темноты положите денежку на подоконник затем прислоните к стеклу зеркальце отражающий стороной от себя чтобы оно было направлено на монетку важно смотреться у него до окончания ритуала нельзя когда все будет готово встаньте рядом и 7 раз скажите луна небесная госпожа пошли сюда денежные блага эту монету силой своей надели богатством мой дом надели из казна моя день от 1 растет бедность жилище моё не возьмет говорим 7 раз оставьте зеркало монету на подоконнике сами ложитесь спать на утро денежку переложите либо в кошелек либо уберите в доме зеркало можно помыть и пользоваться им ровно через месяц такую практику можно повторить привлекаем удачу приступать следует темное время суток зажгите свечку далее смотря на огонь представьте свою удачу мысленно позовите ее после чего вы должны сказать такие слова луна силой красотой ты полна светом меня озари удачу во всем мне подари пусть путь мой будет ровен и гладок радость нем будет пусть и достаток дела мои будут успешны счастье будет со мной вечно вот говорим так три раза все свечка ваша полностью должна прогореть до конца укрепляем свое здоровье приступать к этой практике следует совсем перед сном нужно уже когда будете ложиться спать подойти к окну посмотреть на ночное светило далее вы должны сказать такие слова луна землю освещай ярким светом тьму ночную разгоняй не здоровье принеси хвори и близко не подпусти а тех болей убереги вот проговариваем три раза все когда уже закончили говорить то достаточно просто поблагодарить своими словами и можно ложиться спать все скором времени почувствуйте себя лучше и по традиции перед сном обязательно проговариваем такие слова я принимаю и люблю себя такой какая я есть и засыпаясь чувством мира и гармонии вот повторяем один раз и вы посмотрите что чувствовать будете великолепно